Не первый год в регионе пропагандируют безопасную перевозку детей при помощи удерживающих устройств. Но впервые речь зашла о перевозке их в легковом такси. Эти три новеньких комплекта предназначаются для трех, наиболее зарекомендовавших себя как легальные, служб. Конечно, это нано-капля, можно сказать, не капля даже, а нано-капля в океане. Проблема такая, проблема очень актуальная, очень серьезная. Будем надеяться, что хотя бы вот эти три кресла, они будут использоваться по назначению действительно водителями. И все-таки хоть какая-то часть детей сможет спокойно перемещаться по городу в такси. Кресла именно для перевозки маленьких детей, то есть это люльки такие, которые, ну, как правило, до двух, до трех лет. Проблема с детскими креслами именно в такси возникла уже давно. Бывали даже случаи, когда, не имея удерживающего устройства, водители отказывались везти пассажиров с детьми. Особенно остро вопрос встал в связи с сентябрьскими повышениями штрафов. Василий в таксине первый год признается, бывали случаи, когда приходилось пренебречь правилами. Отказываться так особенно не приходилось, поэтому входили в положение на свой страх и риск. Но один раз приходилось оплативать штраф. Тогда, когда была стоимость штрафа 500 рублей, то клиенты говорили, мы оплатим штраф. Теперь нарушать не придется. Эти три кресла глобальные проблемы, конечно, не решат, ведь подойдут только для совсем маленьких пассажиров. Ребенка постарше в него уже не посадишь. Но, возможно, это лишь первый шаг, который подвигнет руководителей служб такси вплотную заняться безопасностью перевозки детей. Наталья Романова, Андрей Семилуков, РТВ Иванова.